я приветствую всех на канале 18 соток и сегодня хочу рассказать вам как же перевести и подготовить растения перцы это перцы сверхострых сортов которые уже под подносили и буду обрезать сейчас и перевозить домой на зимовку потом ранней весной я снова их высажу так как это растение многолетние они могут подносить я уже вот 10 до 15 лет вот у меня есть кустик очень большой здоровый куст и стил же плодоносил так как же мне надо его подготовить подготавливать я буду его вот так вот смотрим вот наша развилочка вот пошли пасыночки один пасынок 2 пасынок развилка пошла вот она мы будем сейчас это все дело обрезать вот смотрите развилочка у нас пошел нижняя развилка и вот пошел первый росточек у нас мы берем секаторы и как раз вот этим кончиком отрезаем пошла дальше вот еще это развилочка у нас пошла вот еще один побег пошел еще один отрезаем смотрим что у нас получилось у нас получилось вот что так этот листочек нам не нужен вот следующий резали и сейчас я покажу что у нас получится вот еще один отрезали от это длинненький мы его укоротим он нам такой нет папа не нужен и вот посмотрите что у нас получилось у нас получился такой вот маленький кустик посмотреть на него вот развилка пошла листочек этот листок нам тоже не нужен его можно удалить вот можно удалить вот пошли пасыночки мы их тоже удалим у нас получился вот такой рачек и здесь тоже самое с этой стороны тоже самое вот какие мы по обрезали пасынки вот 1 2 3 4 вот такие вот большие ароматные пасынки это как бы не пасынки этот воды вот он от плодоносил у нас все первое будем обрезать вот эти вот ветки обрезать участки поставим водичку и у нас будет новые растения сейчас я вам покажу как это все делается а этот мы оставляем на неделю чтобы он хотя бы отошел от такого стресса вот у нас получились веточки в середину это рули не играет мы их потом весной обрежем почему потому что здесь пойдут новые пасынки новые отростки это старый удалим нам она все было развилку от этого вот на что получилось так как бы это показать такой нас кустик два вот один отвод пошел вот второй пошел от вот вот он и здесь тоже по одному отводу через неделю я выкопаю этот кустик и перевезу домой посажу его небольшой горшочек чтобы прекратился рост у него температура будет содержание пределах 17 вот 15 до 17 градусов чтобы не прекратился рост что мы делаем вот у нас есть такие вот веточки мы берем вот здесь только отщипываем какой-то нам длины нужно пример где-то где-то вот такой вот кусочек обрезаем вот этот листочек большой убираем вот есть цветочки цветочка убираем тоже одной рукой неудобно вот вот у нас такой отвод мы поставим его водичку я уже говорил надо ставить либо стеклянные банки но обязательно чтобы банка была затемена полностью чтобы часть которая находится в воде не попадали солнечные ночи вообще чтобы света не было это можно чем-то и закрасить там я обмотаю просто обычной материи обмотал сверху крышечка меня с картона может с картоном еще одно главное чтобы попадал туда свет все проделала на отверстие в картоне и вставлена вот такой вот отросток и вот примера суеты где-то штук 15 сейчас нарежу поставлю где-то будут хорошие корни это может чуть хуже я выберу самые лучшие и опять весной высажу их это уже будет довольно мощные растения с хорошей корневой системой и самое основное не ставьте никогда в одноразовые стаканчики сколько я не пробовал сколько не ставил никогда ничего не вырастало корней не было вообще в растений куда не затенял их я не залина ра пластмасса что-то выделяет ядовитое что вообще не хочет он и стоит месяцами и вот такой вот пасынок через два месяца от полутора месяца до двух месяцев это сверху острые сорта перца многолетники он пустит корешки у нас мы его посадим и уже он будет ждать нас весны когда можно будет и уже высадить открытый грунт вот такой пасынчик отвод и вот мы нарезаем вот возьмем еще даже давайте садим фермера вот такой вот вот смотрим где у нас есть вот развилка идет центральный идет боковой боковой нам не нужен боковой мы выщипываем оставляем центральный удаляем все цветочки все завязи отрезаем где-то длиной сантиметров наверно сантиметров 8 вот так вот раз отрезали большой листок нам не нужен удаляем чем меньше листьев тем лучше вот еще один потом я все это связываю кучку там по три штучки и ставлю вот нас остался еще вот отвод у нас есть ведь вот один и рядом у него второй это тоже все выщипывается вот выщипнули и отщипки вот это вот вот еще большие листья сжатина конечно убрать у нас получается вот такие вот отростки вот их разложил все посмотрите же плохо видно солнце светит и можем сделать примера с одного вот этого пуста нас получится больше десяти штук и сейчас вяжем их и поставим пока временно в водичку в обычную банку потом привезем домой все это дело закроем от света и еще главное не ставьте вот эти вот когда посадите в баночку вот эти вот ростки не ставьте их под прямые солнечные лучи они даже стоять протяненном месте по щечке за затененном они должны чтобы не попадал свет яркий получень куда они быстрее дадут вам появятся них корешки вот я нарезал 8 штук такая пленочка обычный 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 поличелен в нем написан номер 17 номер это специальный маркер на основе нитрокраски вообще не смывается не стирается вот ее подвязал здесь мне еще один стоит это временно пока я отвезу все это домой и потом каждый сорт поставить отдельно каждую баночку и вот так вы вставляете его пучком все все нам одном из видео есть показано как пускают корешки вот эти вот отростки и как их про искать от воды или и и все так что если кому-то что-то не ясно можете писать комментарии я обязательно вам отвечу вот кустик который обрезал неделю назад вот и оставлял внутренние от эти вот от воды и вы смотрите что за неделю здесь ничего не было вот он был обрезан вот видите пенечек и здесь были маленькие листики что мы видим сейчас нас уже цветочки и это прошла всего неделя так что все от воды которые идут середину вот это ведет он идет вовнутрь это временные мы потом их срежем они нам не нужны нам главное что пуст выжил при пересадки мы оставим те отводы которые нас интересует мы можем оставить вот этот внутренний но главное чтобы куст набрал массу зеленую массу он еще через неделю он будет невероятных размеров он очень быстро растет на нем сразу начинает под появляться пасынки видите тут тоже смотрите если посмотреть вот уже у нас появились бутончики на некоторых перцах я не помню точно где то надо искать сегодня я видел то что я по обрезал те перцы там я не помню кажись то ли путь шаллоке какая-то из один из кустов который вообще не хотел плодоносить вообще до цвета сыпались и все как бы его списал будет опускай потом отвезем домой и вот я его обрезал прошла неделя на нем уже полным полно плодов эта обрезка стимулировала его на плодоношение я даже сам удивился всего неделя вырос вот такой вот отвод и на нем появились маленькие там я не знаю ну как бы сказать например как как спичка наверно толщиной вот такие маленькие плодики уже завязались их там полным полно вот они могу я найти сейчас уже вечер начинает скоро потемнеет это если найдусь еще раз к не покажу вам так что обрез который стимулирует стимулирует рост растений но не хотел вообще даже не все когда я обрезал его видите так что надо сформировать нам кустик вот смотрите вот видит вот молоденький мы можем потом вот здесь обрезать этот кусок убрать который в середину пошел и все и нас растение будет идти в стороны внизу появится вот здесь то же самое мы тоже ему и нас быть куст очень пышный и круглый конец сентября еще пять дней и октябрь месяц уже похолодало вот обрезанный кустик вот я обрезал его этой неделе нара полторы или две назад и вот видите сколько на нем наросло новых отростков стал более компактный лист риска по нарастала кустик надо обрезать заранее хотя бы за неделю чтобы растение переболела не так перенесло стресс пересадки потому что мы будем сейчас пересаживать его горшок обязательно повредим корневую систему а если сразу обрезать и пересадить растение может просто не выжить так что надо сначала обрезать его дать ему отойти от такого стресса вот он видите сколько напускал новых ростков очень очень много вот все что было в середину когда я обрезал вот веточки эти пошли в середину вовнутрь вот здесь вот вот здесь эти веточки потом удаляться они не нужны мы оставим только боковые середину полностью вычистим чтобы все веточки нашли по сторонам вот ведь этот то что оставалось когда я обрезал вот она эта веточка эта веточка потом удалиться и вот уже есть боковые побеги которыми будем формировать новый кустик сейчас мы выкопаем пересадим морожок но перед тем как выкапывать я за два дня до этого полил его чтобы растение напиталась влагой и штук чтобы не так сильно болела сейчас будем выкапывать вот я выкопал растение вот видно корневую систему него видно что земля еще влажная мы сейчас уберем излишки земли и с этой же землей и пересадим растение сейчас мы посадим его горшок я пересажу в двухлитровый потому что все это вручную перевожу если у вас есть машина как бы можно посадить их четырехлитровый 5 литровый чем больше емкость тем меньше будет болеть растение также растение можно полностью освободить вот земли может остается корешок его можно сейчас промыть и засыпать новой земелькой я вас нам применяю чернозем на пересаживание самый обычный чернозем россии не не так быстро разрастается и чувствует себя великолепно вот мы подготовили растение все можно видеть здесь очень большая корневая система который надо будет обязательно обрезать и вот это все надо должно быть довольно компактным обрезаемся для чего это делается при дальнейшем росте на следующий год растение начнет развивать новую корневую систему и при этом горшок у нас будет переполнен корнями также излишки корни надо обязательно удалять вот такой вот остается компактный корешок все лишнее все должно удаляться все теперь мы можем его посадить маршочек и дальнейшем это растение уже будет высажена на следующий год опять же в открытый грунт а пока сажаем маршок и пойдет нас на зимовку теперь перчик мы пересаживаем этот горшочек двухлитровый это у нас триминдат морога скорпион вот такой кустик тоже другой кустик вот тоже почищенная корневая система у него все это аккуратненько насыпаем немножко земли вниз это чернозем земля не должна быть очень мягкой сразу предупреждать так что попробовать одной рукой и снимать вот поставили посерединке вниз насыпали земли немножко дренаж я не делаю потому что здесь корневая система практически под самый край и теперь черноземом обычным засыпаем посыпаем ее главное чтобы земля не было сильно пористой значит растение тронется в рост и она будет слабая подсыпаем немножко чернозема теперь немножко увлажним ее почву и все и растение уже может сказать пересажена теперь будем немножко уложить почву увлажняем водичкой вот нам понадобится один горшочек влить пол баночки продай не полу налил немножко увлажнить их главное не сильно даже можно меньше чем пол банки вашу плава проникла земля очень плотная вода не сразу проходит потом все это будет пересаживаться позже нам самое главное растение не тронулась в рост вот так вот сейчас мы дольем последний вот немножко пол баночки на 2-х литровую баночку на 2-х литровый горшок пол литра это вполне достаточно вот и все больше не нужно он же корешки намокли и все эти растения уже обладат плодоносили и все сейчас мы их и до следующего года перевезем некоторые будут подносить у меня зимой а некоторые особенно зимовочку вот тут есть некоторые с цветами цветут вовсю завязывается тоже цветут смотрите после обрезки сколько позавязывалась них цветочки мы поубираем все поубираем листвы немножко следует убрать не такое большое количество было особенно вот своего этого в это вот внизу надо будет чуть-чуть листья удалить почему потому что он сейчас будет болеть ему будет довольно сложно прокормить такое большое количество листвы корневая система ослаблена так что надо чуть-чуть его убрать чтобы дать ему тронуться в рост все теперь остается только транспортировать домой после привоза домой поставлю на балкон температура будет это пределах 12 градусов нельзя сразу тепло его должно быть прохладно и вот нам где-то недельки две будет стоять на балконе при уличной температуре какая на улице но если будет примерно там 4 градуса то конечно придется заносить его температура не должна превышать 17 градусов при такой температуре эти растения будет зимовать при температуре от 15 до 17 градусов если растения я захочу чтобы они подоносили у меня отдельно второй балкон который отапливается температура выставляется 25 градусов не больше 25 ну может 26 градусов не должна быть высокая температура если будет высокая температура соответственно цветы хочу досыпаться так что все остается только перевести домой вот прошло больше недели восемь дней с момента как я выкопал те растения почистил им корневую систему обрезом делая бою более компактный и вот так вот сейчас выглядят наши растения как вы видите чувствует они себя великолепно они находятся на балконе балкон не отапливаемый сразу предупреждаю температура здесь на балконе сейчас 7 градусов как только вы выкопали растения ни в коем случае нельзя сразу переносить их в теплое помещение потому что корневая система повреждена если вы занесете теплое помещение растение сразу попытается начать наращивать зеленую массу так как корневая система ослаблена сразу засыпятся все листья соответственно растение без листьев сами понимаете она может у вас не выжить ну вот видите какой маленький горшочек посмотрите какой кинул пасынок сразу вот это вот чуть больше недели вот второй пасынок смотрите что творится здесь вы знаете сколько навешал цветов собирается плодоносить у вас смотрите вот еще новый пасынок растет с неимоверной скоростью очень и очень быстро нарастает вон те вот обрезаны посмотрите как они нарастают на балконе у меня идет ремонт установил полки вот такие вот у меня стоят везде по всему балкону еще не штукатурилась так обрезочка рассказывай как что обрезать вот мы с вами обрезали как я вам показывал виде вот вот тоже мы обрезали посмотрите сколько он бросал вот если будет видно видите цветов цветоносов вот он маленький только только выбросил с развилочки отросток и все и сразу ним навязалось миллион цветов он пытается плодоносить даже посмотреть некоторые цветут это все за неделю как вы видите растение вот смотрите сколько цветет здесь вот я привез один который меня завязывался с плодами но как бы плоды тут сто процентов не выживут вот можно обрезать вот так если у вас идет отростки его можно просто тупо срезать верхушку срезаете либо как вот этот вот видите он тоже начинает свисти уже ну в общем это только привез его прошла неделя и он начинает свисти вот сразу пошел пасынок снизу вот этот черенок можно полностью удалить он не нужен и мы обновим полностью все растение вот видите снизу начинается у нас пасыночек здесь то же самое вот обрезано как видите здесь обрезано так там он чуть больше но я оставил несколько листков пока с нижней части не появятся новые отростки здесь то же самое вот видите все обрезано это то что я вам показывал как вы видите все листья на месте если бы я это все занес в тепло сейчас бы все это стояло голое листья все осыпалась сейчас растение должно в течение трех недель находиться в холоде так как я привез его с холода температура была где-то около пяти градусов на улице я привез его я должен обрезать корневую систему пересадить растение и в такой же условиях как у хена каких оно было при такой же температуре они должны стоять две-три недели чтобы растение адаптировалась ни в коем случае нельзя сразу заносить в тепло иначе у вас будет стоять волый ствол что касается вот этих вот цветов вот было это середина сентября в открытом грунте все перцы которые росли в открытом грунте начали резко завязывать очень большое количество цветов и плодов плодов было просто нереально мелких вот этих просто как только похолодало как температура опустилась где-то 10-12 градусов началось я даже сам удивился началось повальное плодоношение все все абсолютно перцы которые не хотели вообще там не плодоносить ничего все завязали плоды вот что такое значит низкая температура и вот так вот они будут у меня стоять здесь на балконе вот такие вот красавцы это все удалится поставится водичку и так когда вы обрежете все эти пасынки и когда будет поставить водичку вот я уже на одном видеоролике показывал ну как бы я нету времени посадить его вот смотрите что бывает с обрезанными пасынки смотрите какая борода это у меня больше двух месяцев где-то около трех наверное хотя надо было давным-давно высадить вот смотрите видите обрез и вот такая вот борода вот здесь тоже срезана видите уже придется наверное посадить почему-то что назад в бутылку я его уже не засунул так вот такие вот корешки будут у вас это со всех отводов которые вы обрезали которые обрезали вы можете поставить водичку и все это будет у вас давать корневую систему и вы сможете весной высадить все растения вот обрезочки как я вам говорил можно так обрезать можно выше можно ниже вот так вот вот смотрите какие пасынки пустил видите некоторые с маленьких горшков пересадил в большие потому что там была очень большая сильная корневая система да вот это конечно уже не выживет а может даже и выживет кто его знает хотя тут тоже корешки были хорошо обрезаны листы конечно было больше но потихонечку начинает сбрасывать потому что очень сильно много плодов если плоды убрать растение все нормально нормализуется и все нормально начнет плодоносить вот здесь тоже вот молоденький пасыночек все это удаляется так что при низких температурах растение начинает обильно цвести и плодоносить потому что заканчивается медитационный период и растение нужно дать потомство так как оно летом то жировало то еще что то а как только холодно так сразу так что вы можете проэкспериментировать вынесли прохладное место и посмотреть что с этого получится ну здесь видите вот пасыночек маленький сколько тут ему и он уже все он уже старается потому что на балконе очень холодно вот три недельки постоит и все и все это дело мы перенесем в помещение где температура будет от 15 до 17 градусов и при такой температуре они будут у нас дальше расти если вы хотите чтобы ваше растение и плодоносило всю зиму следует учитывать что все вот эти вот хабанера тринидады семподы это все овощные сорта это все крупноплодные сорта для них нужны большие емкости если вы хотите оставить на зиму так как ваши горочки пускай там 7-8 литровый без разницы какой он за летом за летом наросла очень большая сильная корневая система ее надо обязательно перевалить под зиму вам понадобится если хотите чтобы полноценный урожай получить вам придется где-то в пределах 20 литровое ведро только в таком случае ваше растение будет нормально плодоносить если вы оставите его в 7-8 там 9 литровом горшке перевалите ну да пускай там завяжет вам 5-6 там плодов и все больше больше плодов вы не увидите почему потому что в земле вот у меня на участке да вот я сейчас вырывал как бы уже пошли первые заморозки растения уже все приказали долго жить как говорится все это пришлось выкорчевать и выбрасывать на компостную кучу я ради интереса со шланги вымывал думаю дай посмотрю какой там корневая система и вот к примеру 7 подов корневая система хоть даже через самую хабанеру до метра в ширину вот по земле она стелется на глубине где-то сантиметров 10 наверное так как прошли дожди она же как бы немножко земля была влажная сошла и начал вымывать мне интересно посмотреть какая же там корневая система она была сантиметров 70 в одну сторону сантиметров 70 в другую сторону это грубо говоря полтора метра корневой системы это поверхностная корневая система я же не говорю которая уходит в глубину так что вы должны знать что корни очень мощные если вы хотите получить хороший урожай земля не должна быть очень мягкой сразу предупреждаю если вы сделаете очень пористую землю корни довольно быстро заполнить горшок и кроме большого громадного дерева вы ничего не увидите ни в коем случае нельзя зимой перекармливать лучше не докормить его от избытка корма удобрений вы поняли растения начат его жировать оно может вымахать такое же особенно симпоти в зимнее время достигает до полутора метров в высоту и Тринидад то же самое пхуджалоки до метр пятьдесят высоту и до почти восемьдесят сантиметров в ширину это представьте какое громадное растение если у вас их там пять-шесть это я не знаю куда их ставить посреди квартиры это всю квартиру займет всю комнату займет так что земля должна быть в зимнее время более тугая почему я пересадил именно в чернозем я ничего вообще не добавлял чистый чернозем для того чтобы не дать корням разрастаться так что вы можете обновлять растения и обрезать на свое усмотрение и опять смотря что вы хотите от растений если вы хотите от него зимнего плодоношения сразу хочу предупредить не ждите больших урожаев это должны быть идеальные условия специальные подкормки зимние это целая наука там не так все просто это не то что летом хорошие мощные лампы лампы стоят очень-очень дорого то что вы покупаете там китайские эти круглые лампочки это ну как это не то это должны быть мощные лампы которые дают большое количество света это не значит даже просто светить эти лампы стоят очень дорого в пределах трехсот четырехсот долларов вот смотрите вот видите у меня вот растения вот теперь я могу с него сформировать кустик который мне нужен будет вот я возьму здесь примерно обрежу его и получится у меня маленький обновленный куст вот таком вот горшочке корневую систему я ему обрезал видите он даже цветет это же больше недели он все равно цветет то что он находится в холоде если вы выращивали растения в комнатных условиях и холод он у вас не чувствовал не находился на холоде вы можете ему обрезать опять же корневую систему и вынести прохладное место для чего для того чтобы растение адаптировалось без разницы где оно находилось то ли оно находилось в открытом грунте на улице то ли не находилось в квартире если хотите обновить его если вы обрежете ему корневую систему укоротите ее и опять же оставите в комнатных условиях растение может погибнуть почему потому что сильно тепло оно будет пытаться наращивать зеленую массу так как корни у вас повреждены соответственно жидкие неприятности либо температуру можно опустить если у вас оно росло примерно при температуре 27-28 градусов до 30 градусов можете его не обязательно выносить где-то 4 градуса тоже будет сильный стресс где-то температура чтобы была в пределах 18 градусов при 18 градусах потом выносите 12 и там до 5 градусов они выдерживают температуру у меня некоторые сорта вот были заморозки хабанеры те сразу температура ниже 20 градусов все они сразу мгновенно сбрасывают все листья особенно шоколадные хабанеры это единственный такой среди всех хабанеры который довольно чувствительный к температурам он сразу сбросил полностью всю листву ну как бы хабанера есть сорта которые примерно как рыцовина рыцовина у того зеленые листья стоят был мороз сильнейший даже сами перцы померзли а листья стоят зеленые так что разные сорта по-разному реагируют на низкие температуры так ну что вроде я рассказал все если может быть что-то я забыл пишите комментарии обязательно вам постараюсь ответить и подписывайтесь всем до новых встреч всем пока до новых встреч пока